Ти-фест уже не тот. Верните старого Ти-феста. Да, я дома в футболке хожу, Ти-фест уже не тот. Мы подарили, да. Это АСМР-подкаст. Мне надо с тобой непринужденно поздороваться. Блин, привет! Непринужденно здороваемся. Привет, привет! Да, мы вовсе не сидим здесь 25 минут. Да, да. На самом деле, я капец как рад. Я тоже, на самом деле. Я рад, что мы встретились, наконец-то записываем подкаст. И что я не знаю, сколько я их не записывал с 2021 года. Я вас, кстати, тоже вообще никогда. Ты говорил, что ты вообще не был на студийных подкастах. Ну да, такого формата, да, никогда. Так, чтобы посидеть, нормально пообщаться. Так что-то всегда между, около, там. Что-то там, быстренько там, здесь. Ну вот. Ну прикольно. Я просто последний подкаст записывал где-то, наверное, в середине 2021 года. И я так много раз хотел вернуться. У меня есть, короче, у меня есть история про это. Это немного странно, что я пригласил тебя и расскажу тебе историю. Наоборот, нормально. Давай, давай, супер. Короче, вот моя история. Когда за мной выехали КГБ, и я уехал в Киев. Сразу с историей. Бам! Давай. Да, и я сначала долго верил, что я смогу сохранить, типа, привычный образ жизни. Я, типа, ну, продолжу, там, выпускать подкасты. И я подумал, блин, кого бы мне хотелось пригласить в Киеве. Я такой, о, Иван Дорн. Типа, очень хочу пригласить Дорн. Он офигенный чувак. Мне, типа, очень нравится. Я достал его номер. И написал ему, типа, там, Вань, привет. Это Слава Комиссаренко. Вот хочу тебя пригласить в подкаст. Все сделаем по кайфу. Приходи. Ну, он, короче, мне не ответил ничего. И я такой, ну, обидно, но он, как бы, не должен, по большому счету. Это его жизнь. Все. Я что-то забыл об этом. И через какое-то время мне надо было лететь в Таиланд. Я должен был отдохнуть. И я на стрессе, на этом всем, да, решил сделать себе этот апгрейд до бизнес-класса, чтобы полететь более комфортно. Да, потому что у меня билеты были недорогие. Авиасейлс. Короче, я покупал билеты, и у меня были недорогие билеты. И я сделал этот апгрейд до бизнеса, чтобы лететь нормально. Я захожу в самолет, и оказывается, что вот этот вот, это вот этот бизнес, где три сиденья, который точно такой же, как эконом. Посредине просто пустое. Да, типа посредине никто не сидит. Распространенный бизнес очень. Очень европейский вот этот бизнес. И у меня так портится настроение. Я такой, бля, я еще за это заплатил. Ну, то есть просто там еще люди, когда заходят, ты сидишь, они все на тебя смотрят. Они, ну, они чисто ржут с тебя. Они такие, о, бизнес-класс, а вот бизнесмен сидит. Просто ржут. За ширмой, за ширмой. Да, ржут с тебя. И, короче, я думаю, ну, жесть. Что-то включаю баскетбол в ноутбуке, и вижу, боковым зрением, кто-то плюхается рядом со мной. И такой, типа, ого. Я такой, о, сейчас еще полетим, пообсуждаем. А вы шутки сами пишете или нет? И я отвернулся так в сторону, смотрю баскетбол. И мне приходит сообщение. И я, типа, достаю телефон. И там Иван Дорн. И сообщение, повернись налево. Так, посмотри на меня, мой мальчик есть. И я поворачиваюсь, это реально Дорн. Я просто охерел, что так совпало. И мы такие, а, привет, чувак. Типа, все, там заобщались. Он суперприятный чел. Немного такой... Ты с ним знаком же, да? Ну да, да. Я с ним виделся давно еще в Буковеле. Там когда-то это... И он такой эксцентричный немного, да, все время? Ну, на приколе на своем, как и все в целом. Он на приколе сильно. И он мне там что-то... Мы начинаем болтать. Он такой, да я приду к себе на подкаст. Не парься там, все, что там. Мы там заобщались. И у нас была пересадка у двоих в Стамбуле. И он мне говорит, сейчас пойдем в бизнес-зал. Бум, есть мясо. Там какое мясо ты, охренеешь. Что там за мясо? Я говорю, я понял. Он говорит, ты не понял. Ты не представляешь, что там будет за мясо. Я такой... Он говорит, я возьму много мяса. Ну, мы, короче, идем в этот бизнес-зал, есть мясо. Он говорит, бери мясо побольше. Едим это мясо. И отходим, типа, где-то его поесть. И сзади какой-то дед стоит и такой... О, наконец-то русская речь. А то эти чучмеки лобочут, да лобочут. Осаждаю. Я такой, бля, какой-то, типа, сумасшедший дед. И Дорн к нему поворачивается и такой... Да? А что не так? И начинает с ним разговаривать. И потом Дорн ему говорит... А чем вы занимаетесь, дед такой? Я тренер глухонемых волейболистов. И Дорн такой, и каково это? И он начинает просто, типа, общаться с этим дедом. И мне надо уже идти на посадку. Я ухожу на посадку. И потом, когда я прилетаю в Таиланд, я включаю телефон, и у меня сообщение от Дорна. Блин, я заболтался с дедом и пропустил свой рейс. Ебать, ну, это очень похоже на него. Но у меня вот с ним чисто переписка. Если так открыть телегу, там, вот мы просто на протяжении года иногда списывались про какие-то там железяки. Типа, я купил какую-то штуку ему, рассказывал он мне. Ну, то есть в целом в таком... Скажите, про бизнес-класс прикол же. Я, знаешь, я почти никогда не летаю бизнесом. У меня в райдере прям написано, типа, большие буквы... Не выговорите брать мне бизнес? Да, да, прям прекрасно. Мне ни в коем случае не бизнес-класс. То есть на дальние очень там рейсы мы берем, но я вот уже понял, что моя спина не создана для бизнес-классов. Почему? Мне пиздец, как комфортно в экономе. Я вот когда-то летал, рейсы там 9 часов, еще давным-давно выбрали эконом. Мы покупаем по несколько рядов, пацаны спали, но я всегда вот просто сажусь. Я вот 9 часов вот так вот проспал, даже не кушал. То есть я просто вырубаюсь и все. Ты можешь спать сидя? Да, почему-то. Я вижу самолет, у меня уже выработалось, я зевать начинаю, понял? И вот сейчас вот крайний раз вот мы в Дубае летели тоже. И я летел чисто экономом. Я сел, и все. Я даже не поел ничего. Я сейчас в Сеул летел. Я в Сеул летал бизнесом, как бы там классно, там ты полностью ложишься, 12 часов у тебя полет. Я как бы лег, то есть все, у тебя и идеальцы, и то, и все. Но как-то не знаю. И потом я летел экономом, сел, и я реально вот один раз я там поел, там кормят там, знаешь, сто тысяч раз, я там просто сажусь, отключаюсь, встаю, я даже подушку не использую чаще всего. У вас в Сеуле концерт был? Нет, я туда просто летал. Часто туда летаю, ребята. В Сеул? Да. Просто потусоваться? Нет, ну у нас там, ребята, мы в горах, короче, там тусуемся. Что вы там делаете в горах? Блин, ну слушай, это на самом деле крутая штука, что ты сразу спросил. Мы медитируем там, понял? То есть 5.40 утра, подъем, холодная вода, водопады, минус 25. Мы там строим вообще свое место огромное. Офигеть, у тебя там живут знакомые типы, которые вот этими практиками занимаются? Да, ну и из Европы тоже, и со всего. А это что, это какой-то лагерь такой, или что это? Ну нет, ну вообще, типа они, мы собираемся с Европы, есть местные чувачки, то есть нас там, крайний раз у нас ехало, у нас было 120 человек, по-моему, мы там все словились. Да ну нафиг. Мы там выкупили места, то есть там две горы наши огромные. И, то есть с водопадами совсем. И сколько длится вот этот заезд? Не, ну мы, то есть там некоторые живут прям. Я могу приехать туда, остаться там не на полгода, если мне нужно. Я в основном приезжаю, там, насколько у меня есть время, вот там две недели, сейчас я летал там на что-то дней 10 условно, и потом назад, вот мои кореша сейчас со мной долетали. Офигеть. Я в основном пока все в режиме стройки. И что, это капец как заряжает? Ну вообще да, на самом деле это крутая штука, очень важно настраивать себе баланс. Я просто, я всю жизнь так живу, я привык, я себя по-другому не умею. Прикольно вообще. Ну да, у нас же есть свои центры по медитациям, типа в Европе, в Киеве, у нас там прям на Бессарабке самое большое в центре. Это бизнес твой или ты... Нет, это вообще не бизнес. Просто идейная штука какая-то? Да, это такая больше идейная штука. То есть чисто посидеть, помолчать чуть-чуть, знаешь, там, до концертов мы приезжали тоже, просто посидеть в тишине. Офигеть. Просто обычно, как бы, рэперы в такие места не ездят, а если ездят, то в качестве рехаба. Они ездят в рехабы. А ты просто едешь сам, как бы, просто заряжаться. Ну просто да, как будто... Мы это сильно не афишируем, только из-за того, что, знаешь, сейчас очень много людей об этом говорят, очень много испорченных картинок об этом всём. И вообще в целом много вот этих передвиганных коучей, мастеров, знаешь, это утром йога, вечером дорога. И они рассказывают тебе, как жить. И я просто понимаю, что даже сейчас, если мы там начнём о каких-то вещах таких говорить, люди... Каждый всё равно смотрит через свою призму, это всё воспринимает. То есть прикинь, кто-то с одним настроением, у кого-то день, у кого-то ночь, кто будет смотреть этот подкаст, кто-то там встал уже, не с той ноги, условно. И всё сильно-сильно искажается. То есть потому, когда в целом... Ну мы такие темы там сильно не поднимаем. То есть у нас она как бы есть и есть. И я просто чувствую, я знаю это. В любом случае, короче. Блин, это прикольно. Просто у меня такое место было Таиланд. Я просто летел на остров Панган. Это такой небольшой остров рядом с Самуи. И просто там селюсь где-нибудь и хожу в эти лагеря типа тайского бокса. И занимаюсь там тайским. Тайцы ржут там что-то над тобой. Ну это круто тоже, спортик такой. Ну да, да. Но это как бы очень абсолютно классическая вещь. А у вас прям погружение. Ну там у нас ребята, они сами прям все продукты делают. Мне научили кимчи делать. Я обожаю кимчи. Там они в бочках деревянных прям настаиваются. А это что? Вот это... Ну по-нашему, можно сказать, капуста типа острая. Но она прям ферментированная. Очень крутая штука. С рисом её хавашь. То есть там рис, там все овощи, фрукты у нас свои. И вот как-то так. Ну прикольно там проводить. Чисто разрядиться, в горах посидеть. Тоже круто, круто. Ты же сейчас в туре получается, да? Не, ну вот мы... Всё. Отхатали уже? Ну да, я к ребятам же так присоединялся чисто. Сколько он у тебя продолжался? У тебя был сольный, и ты залетал ещё к скриптонету, да? Не, у нас был тур... Блин, я уже даже не вспомню. Но мы так, то есть мы сделали небольшие концерты. Немного городов, наоборот. Мы просто поехали вот так быстро. Чисто большие площадки, да? Не, наоборот. Вот, мы сделали небольшие площадки. Просто, знаешь, к туру уже надо прям сильно готовиться. То есть прям задолго до. А мы быстро организовали небольшие площадки для того, чтобы люди успели все там собраться. И как бы не нужно было... Потому что, понимаешь, чем больше площадка, тем больше времени нужно. Всё. Вот мы откатали. Прошло чуть-чуть там времени. Мы присоединились сейчас к ребятам. Несколько городов залетели. Мы просто вместе были. Собрались. Давно не видели. И я вообще... А Диль тебя просто позвал, чтобы ты залетел. Да-да, мы просто созванивались, увиделись. Всё, понятное дело, да. То есть, конечно, я буду. Как я могу не быть. Тем более, блин, он приехал ко мне, опять же, в Амстер. Мы у меня дома посидели два дня. И шавухи похавали. Круто. А вы давно не виделись, да? Ну да, мы просто так общались. Ну, то есть мы не виделись лично. Ну, нормально. И по итогу, блин, конечно же, мы поехали вместе. Там уже и в Варшаву. И с Варшавы мы просто начали играть в баскетбол после конца. И я просто оказался уже в автобусе. Я уже еду в Ригу. И уже вот так оно всё... Ну вот, и сейчас у нас мы поставили большую арену в Кишинёве 27 июля. И чисто пока вот Кишинёв у нас. Все туда наши съезжаются. Блин, офигенно, офигенно. Я побожаю Кишинёв. Мы сколько раз там давали концерты, всегда пиздец. Ещё чувствуется, что просто близко к дому. Да, и там офигенно вообще. Там за счет нацов вот-вот прям. Да? Ну, конечно. Так, а подожди. Ты говоришь, что у вас не было какого-то большого тура. Ну, ты же выпустил альбом недавно. Ну, да, да. Ну, просто, понимаешь, сейчас из-за того, что все в разбросах, плюс, блин, куча каких-то кадровых изменений и всего. То есть мы как-то... Понимаешь, предложения, как бы, они есть постоянно. Постоянно. То есть мне там каждый день что-то пишут, куда-то зовут там. Но хочется, если делать, делать уже, понимаешь, да? Всё это прям качественно, круто, красиво, чтобы просто люди пришли, и мы такие, ну вот, мы сейчас отлабаем вам тут, типа, музончик как-нибудь. Что-то там тут сразу, знаешь, если люди видят, что ты там не сильно готовишься. Я не говорю про людей, которые приходят, а вот которые там около организационных там ребят, которые не конкретно из нашей команды. А что вообще организовать концерт? Как это выглядит? Вот твой концерт. Ну, допустим, условно, представь, почему мы сейчас долго готовимся и сразу подряд не ставим. Потому что, ну, прикинь, в каком-то городе идёт заминка, там, не довезли какие-то пульты, и ребята, которые ничего к нам не имеют, или там какие-то не довесили штуки. Кто-то что-то там не успел проконтролить, а когда это в потоке, ты можешь не успеть. И вот уже пришли люди на концерт, и ходят ждать охуенное шоу, у тебя по факту что-то там, ну, тупо не работает. И тебе приходится выкручиваться. Насколько, конечно, в стендапе всё легче? Тебе просто нужен шнуровой микрофон, как бы свет нормальный. И вы просто с друганом поехали, раздали, как бы, и всё отлично. Да, так просто бывает, в туре ты приезжаешь, у нас программа готовая, всё уже есть. Но, блин, вот просто ты приехал, там, вот у нас был когда-то в Одессе концерт. Прикинь, мы прилетаем, у нас там всё, солд-аут, куча людей, все ждут, мы дома, ну, всё, пиздец, мы должны дать, мы хотим дать, мы приезжаем как на днюху, типа, вот уже такое настроение. И всё, в аэропорту приезжает один чемодан с вещами, там, допустим, гитаристу нашему, и нихуя больше. То есть у нас ни гитар, ни, знаешь, ни техники, какая-то там только базовая, клубная, и всё. То есть мы понимаем, у нас концерт, там, через, там, условных, там, 12 часов, а у нас нет ничего. И всё, и мы, то есть я просто вылетал на сцену, помню, когда говорил, в чём я прилетел вообще. Мы нашли гитару каких-то там типов, мой гитарист её настраивал срочно до концерта, всё это коммутировали. Я прям вышел так и рассказал людям это на сцене, говорю, ну, вот такая хуйня. Всё равно всё прошло круто, всё с кайфом, но, тем не менее, то есть, понимаешь, такие штуки случаются. Блин, ну и жесть, непонятно, как выкручиваться. Просто мы, например, легко выкручиваемся, вот у нас был однажды концерт, типа сборный, там, концерт стендапа, там много комиков, и мы, получается, все поехали в этот город на машине, а Дима Романов поехал на поезде. И он, получается, приехал вовремя, а мы все попали в жёсткие пробки, и у нас концерт начинается в 7, ну, можно задержать, ну, на 15, ну, на 20 минут, но больше уже нельзя, и он в 7.20 выходит на сцену, и мы ему там по телефону говорим, рассказывай всё, что у тебя есть вообще. Вот полностью весь свой материал за всю свою жизнь. А мы должны были там вчетвером по 30 минут выступить. И он в итоге выступает 57 минут уже просто на сцене. Тупо дал, да, соляги? Да, а мы договорились, что, типа, я готов первый. Я говорю, я готов просто из машины бежать на сцену сразу. Я говорю, мне чисто вот я куртку вот так вот бросаю, и я бегу, мне вообще, типа, пофиг, я могу сразу валить. Мне говорят, давай, ты будешь первый. И я, получается, забегаю в ДК, сбрасываю вещи, бегу, и в это время он на сцене такой. И ещё я помню, мы встретились с моей мамой, видят меня и такой, Слава Комиссаренко, встречайте! Не стал даже на рассказ, просто такой, бля, ребята, я тут за вас уже, за всех так отдуваюсь. Ну, красавчик, подвыручил, да, чуть-чуть? Да, да, конечно. И вот просто в стендапе у тебя больше каких-то возможностей, знаешь, прикрыться, перекрыться. Ты что-то можешь придумать, сделать, как бы, конечно, в плане музыки. Ну да, а тут прикинь, если ещё у тебя огромный зал, то есть у нас бывало такое, там, понятно, микрофоны, допустим, не работают. Ты как бы можешь поорать. То есть музон же уже не поиграешь здесь, акустика, потому что тебя точно не будет слышно. И ты просто кричишь, вот и всё. Слушай, а я недавно, я же, получается, вот в последний день думал постоянно, там, о чём нам с тобой поговорить, что как. Я вспоминал, когда мы с тобой познакомились. Общаться мы начали в Кракове тогда, когда увиделись. А познакомились же мы на съёмках вечера 3 на 3, баскетбольного шоу вот этого. Окей, окей. Помнишь тогда? Ну да, слушай. Но мы вообще тогда не пообщались. Я тогда вообще офигел, потому что меня Адиль позвал это шоу вести, я вообще не понял, офигел от радости. Вот. И ты там тоже снимался в этом выпуске? Да, я, если честно, смутно помню. Я вот, ну, просто как-то очень много всего после этого было. Нет, ты там нормально наваливал, что-то сам над собой смеялся, что-то разгонял. Чисто классика, понял. Обожаю баскетбол, Спартак, молодцы. Ну что-то угорал, да. Было прикольно, но мы вообще не пообщались. А потом, получается, вот мы начали хорошо общаться тогда в Кракове, когда я вас просто на улице увидел с Сергеем Дедковым. Да, кстати, мы прямо сегодня, вот с Дедковым это вспоминали, сегодня вот просто, типа, как это произошло? Мы просто такие, надо в Краков. Вот. Никогда нам не надо было, а тут нам надо было в Краков. И мы просто встречаемся с тобой на углу улицы. Да, а я в Краков постоянно ездил, потому что мне нельзя было выезжать из Польши. И мне очень нравится Краков, я просто туда ездил, чтобы вот путешествие какое-то, типа. Ну, слушай, Краков, кстати, скажи. Краков просто топ, вообще просто топ. То есть там, понятно, что Варшава крутая, но Краков это вообще... Даже как минимум просто поехать туда на пару дней. Это офигенно. Я, короче, каждый раз, когда туда приезжал, я брал экскурсовода, там женщина есть экскурсовод, и она уже в третий раз мне говорит, Слав, я не знаю, что тебе рассказать. Ты мне можешь что-нибудь рассказать. Вот, поэтому мы просто ходили там какими-то маршрутами, все смотрели. Там очень много каких-то винтажных магазинчиков. Здесь какие-то кроссы продают, здесь там какие-то футболки Supreme. Там же Бэнкси тоже вальнул, да, кусок? Да. Мы прямо возле этого куска и встретились. Да, да, да. Вот, кстати, из Кракова, кто живет, то знает, вот где кусок Бэнкси вальнули. Вот там мы прямо увиделись. Да, это было вообще офигенно. Я, если честно, если честно, ну, то есть, я был... Я тебе это в жизни говорил, я, честно, был поражен, насколько ты приятный парень. Я реально не... Я объясню, подожди, у меня комплементарный подкаст, но просто я думал, что, ну, типа, ты просто делаешь вид, что ты приятный парень. И я такой, ну, когда? Ну, когда? Я такой, что, серьезно, никогда? Он реально просто приятный парень? Бля, мне все говорят просто, мы думали, ты сразу долбоеб, не знаю. Не, я так не думал. Я думал, что ты просто, типа, чего... Ну, подожди, вот тебе сейчас 26. Да. У тебя вот уже какая-то большая популярность в плане концертов, вот это все, внимание, весь этот движ во сколько? В 19 было или раньше даже? Ого. У тебя в 20, в 17 году вот эти все уже большие хиты выходили. Ну, какие-то, да, такие большие, да. Но всегда, знаешь, для меня все же это было такое, то есть какие-то там первые 3 тысячи просмотров, но я уже такой, ого, ничего себе, меня знают дальше моего класса в школе, дядя. Это серьезный мув. То есть я же начал писать музон вообще, ого, я помню, вот мы слушали на телефонах, вот это когда передавали в школе, я брал биты просто рандомных типов и вот записывался на микрофон от наушников. У меня же мой братьяльник старший, он начал, у них там своя группа была, да, в лице, там все дела. Все, и они там с пацанами делали, я приходил, видел, старшики бахали и начинал писать текст. У нас всегда была такая тема, он делает музло и сводит, я пишу текст и все остальное. Потом брали биты, ну вот эти разные выстрелы, как ты говоришь. То есть какой-то там был локальный, я сделал какой-то супер там, я обожаю Лил Вэйну, да, на то время, там, ну короче, батя мой, типа, реальный батя, знаешь, такой музыкальный. И я залетал на любые его биты. То есть если у Лил Вэйна вышла песня, там в четверг какая-то, во вторник, жди мой трек на этот бит, я ждал, пока его сольют, и сразу залетал. Все, я что-то там стреляла, прям на локальном уровне по мне ходил, и люди меня узнавали, которых я не знал. Это в Черновцах все? Да, да, то есть были там девчонки старшие, на которых там все смотрели, типа, о, так, я помню, одна ко мне подошла, там, которая была самая красотка. И она такая, блин, типа, малой, ты крутой, я знаю твои песни. И я такой, ебать, что это вообще? Это что сейчас было? Потом все, по чуть-чуть начало уже стрелять-стрелять. Я продавал биты там очень долго, я же копил на первые там микрофоны какие-то. Ты писал биты сам тоже, да? Да, ну вот, протельник меня подучил, я ненавидел это, а потом как сильно полюбил. У нас просто прикол, типа, вот у меня дом, и старый-старый-старый, как старая коммуналка, и чердак, то есть и чердак, он никем никогда не юзался, там жила, ну, прабабушка, там еще когда-то тип повесился, короче, ну, такая атмосфера. Творческая. Творческая, да. И там была стеклышко подразбита, старая печка такая, которая не работала, он прям чердочила, понял? То есть балки, все дела. И я себе представлял, что там студия, сидел в шапке, в куртке, по 10 минут, ставил просто ноутбук, первые биты, помню, на то время, кстати, это сейчас, так некоторые продают лист, там, 30 долларов, 20. И были типы, кстати, я вот сейчас их не вспомню, но им от души, я не знаю, если вы какая-то посмотрите, типы просто, это инвестиция была в мое будущее. Я помню, у меня какие-то чуваки на то время, старшие, просто писали, давай я у тебя этот бит куплю, вот тебе 30 долларов, продолжай. Они никогда у них ничего не выпускали, они просто покупали их. И я нас собирал на первый майк, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы там поклеили обои, принесли старый стол, поставили, потом заменили окно, потом провели туда батарею, и потом это была моя студия, которую многие уже видели, где я написал на микрофон с изолентой все свои вот эти там, и ламбады, и улети, и первый альбом. Ты все писал в Черновцах это? Конечно, да, да. И просто Адиль потом свою партию потом дописывал? Да, когда я приехал к Адилю, у меня этот трек на флешке лежал. Как вы вообще познакомились? Как тебя заметил? Он тебя, получается, заметил? Ну вот я где-то стрельнул, а, это уже вот, это был мой какой-то третий выстрел с этим, одно я знал, или с незабываемым, одно я знал сначала. И он типа залетел где-то, и Адиль его увидел, да? Ну там что-то было уже очень много миллионов, то есть когда... А где, в ютубчике? Да, да. То есть что-то там прям сильно подстрельнуло, и у меня прям, помню, ВК там взлетел до небес. И он написал тебе, да? Да, я причем, я же не знал там ничего, никогда что-то там. Я не знал никого вообще, я знал как раз только вот его, пару песен, и он как раз тоже, А это какой год был? 16-й? Не скажу. Наверное, что-то такое, да, 16-й там, наверное. Ну что-то, да. Типа 16-й, 17-й. А у него уже тогда, когда вышел дом с нормальными... Вот где-то вот до этого. То есть он был уже вообще на суперпичке, да? Я как раз услышал и сказал, вау, вот это разъеб, вот это чувак. И все. И я его сообщение еще увидел там спустя какое-то время, потому что у меня вот это, знаешь, помнишь, ты заходишь в сообщение, у тебя страничка, ты обновляешь, и у тебя еще там 50 сообщений, еще 50. Вот у меня так летело прям. Я просто что-то листал, 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 случайно открыл сообщение, и я такой, ебать, это же скриптонит, это этот чувак. Офигеть. И что он тебе написал? Что он тебе предложил? Я не помню. Ну что-то из разряда, типа, мол, как обычно, как пацаны базарят. Типа залетай в Москву, что-то сделаем? А я уже туда ехал на концерт же. У тебя уже с твой концертом сольник стоял, да? Москва, Минск и Питер я ехал как гость к шоку на концерт. А, нифига, вы в итоге тоже с ним вместе. С братвой ехали, это все, то есть, да. И я приехал туда, и вот с ним увиделся, и он приехал. Тоже туда на концерт наша легендарная фотка, если люди по-любому знают, и мы втроем стоим в старое время. Прикольно, а расскажи, это просто на самом деле я этого не знаю. Мне лично это сильно интересно. Я встретился за день до концерта. Как ты в итоге с Адилем, он же потом тебе предложил там на газ подписаться, вот как вот это все происходило? Даже не сколько газ, сколько просто, вот как вы записывали эти треки там? Ну вот мы встретились, по-моему, по-моему, да, за день до вот этого концерта в Москве. Я уже был там с братвой, мы ездили, все видели, что-то там снимали, свои какие-то влоги. Я вот здесь на этих косичках, там у меня уже все там, я думаю, мультов 15, на то время уже было на одном треке, там 8 на другом. Ну условно. Это тебе все считай 19, вот 20 вообще лет. 18, наверное. 18, да. Ну как это вот был 17? Я у меня вот с этим с датой, я понял, настолько непривязываюсь. 15, короче, я думаю, да. Ну что-то условно такое, да. И все, мы чисто встретились на хате, просто сразу, мы увиделись на газе, он мне кинул адресочек, я помню, я долетел, и как-то что-то с ходу, ну просто, мы такие, а, все нормально, понятно. И мне было еще... И все, у вас типа сразу коннект произошел, да? Ну да. И что, и ты показывал треки, которые у тебя были написаны еще в Черновцах, да? Да, мы приехали домой как раз, да, мы приехали домой, и вот у меня там была флешка, я с собой зацепил пару трючков. И в ломбадо вот висело, у меня такой был фристайл, то есть у нас все уже сделано, я там на Нексусе засемплил, кто там, кто знает, сделал эту мелодию, драмку, навалил ее, и все. И скрип говорит, давай я залечу туда на фит, да? Да, причем да, он что-то, я помню, листал, мы сидели у него на студосе, и там еще так ломбада, она подписана, и он такой, это что? Я говорю, не, это хуйня, это не включай. И он такой, да не, нормально, и все, следующее утро, 8 утра, он уже, я спускаюсь, он сидит в студии, нахуячивает куплет, я слушаю, он говорит, давай сегодня с ним, а мы жили, еще с нами же жил вместе Медед и Султан, на втором этаже, и он просто посмотрел. А они оба режиссера, вот эти талантливые чуваки, а и Султан Ситов, и Медед Калибеков? Да. Ага. И он, и он просто говорит, пацаны, сейчас расскажу, кто с вами сидел там. И он говорит, сегодня снимаем видос, пацаны, давайте снимем. И все, братва просто выносит камеру. И вы сразу клип сняли? Сразу вечером. У нас просто, он просто зашло миллион женщин домой, и мы просто весели, и пацаны бегали, все это снимали, и мы потом просто сидели с ним уже утром на диване, он открыл ноут, оделег сам, что-то крутил свет. Я говорю, давай просто обрежем эту хуйню, как вот, мне не забывай, есть только еще как-то жестче. Он просто берет, откатывает это все. Мы выкладываем и, блядь, роняем. Ты понимал, вот когда ты, ты вот, когда он нашел ламбаду и говорит, давай послушаем, ты говоришь, не, не, это хуйня, тогда ты типа не верил в этот трек. А когда вы уже записывали... Не то, что не верил, просто как будто, ну вот просто, естественно. Не хотелось. Ну как будто, мне казалось, на фоне там остальных, они были более музыкальные. Там были еще треки, кстати, которые Дюлек потом по битам помог разъебать, которые я потом в альбом вставил. То есть просто как-то он был open и просто для меня старый, это, знаешь, такое чувство, когда ты такой, ну это уже пройденный этап, интересно. Мы же не думаем там, типа, а-ля вот этими хитами. То есть как это выстроить... А когда вы уже снимали клип, ты понимал, что типа это должно рвануть? Ну как будто, наверное, да. Ну сразу, да. То есть я когда улети, сделал в Черновцах, тоже писал, потом возвращался в Москву, я пришел, я помню, я ставлю отдел и говорю, просто послушай, это пизда. Ну это точно пиздец. Это разъебет сильнейшим образом и не хватало только чуть-чуть дропа. И вот Адиль сидел и пытался сделать дроп. То есть все было, там мой гитару наиграл, вообще мой корешок в Черновцах, который играл на гитаре пару раз. Я ему, давай вот так, давай вот так. Я все это прописал, спел, у меня еще какая-то там температура была. То есть вправо, как-то через какой-то пиздец. Оно же еще плюс так удачно совпало, потому что они были на супер просто волне. Вот типа скрип, его ребята, и вот этот еще и фит, и вот это все. А мы тогда тоже все сильно фанатели от них. И тогда начал происходить какой-то взаимный интерес, потому что они начали там на стендап к нам приходить, что-то смотрели, мне там говорили, что-то там что-то. Адиль был в зале, я такой, офигеть вообще. Начинала чуть-чуть... Выходить все начинали и общаться, и разговаривать. Да, и это было вообще прикольно. И вот у меня было, что Адиль был как-то тоже на стендапе, у меня какая-то шутка была там про него. И после этого они меня позвали сняться в клипе. И я такой... В мультибрендовый, наверное. Что? Да. Меня позвали сняться в этот клип, сейчас расскажу. И я такой, блядь, это исполнение моей мечты. И потом я такой, ну нет. У меня всегда такая фигня есть, когда что-то случается, что я очень хочу. И потом я такой, да не, мне не надо, спасибо большое, пацаны, типа, вообще уважение, я там вот свое буду делать. Знаешь, ты начинаешь думать, типа... Так и в итоге там снялся Тимур Каргинов с Нурланом, и в итоге они в этом клипе 4 секунды или 2,5 в карты играют. Просто 2,5 секунды. А на самом деле в карты там мы играли что-то в карты. Да я знаю, что там Тимур потом возмущался, что он 4 дня в эти карты играл, и в итоге он просто что-то так вот бросил две карты, такое типа все. Сильно. Зато потом, когда они меня позвали вечер 3 на 3 вместе с ним вести, я был очень рад. Я не понимал вообще, потому что для меня был скриптонит, ну, да и есть как бы, знаешь, я типа, как будто вот был он и все остальные. То есть он был, ну, невероятный просто вообще. Он подтянул всех, типа, он взрыв энергии, типа. Абсолютно, какой-то абсолютный талант. И я не понимал, как с ним общаться. И я типа прихожу в эту студию, и он сидит, там еще пацаны, кто-то курит. И тут я замечаю, что плойка включена, и там NBA 2K. Я про баскетбол примерно все могу рассказать. Я постоянно его смотрю. И я понимаю, что как бы, о чем сейчас можно поговорить. Я смотрю, что он играет за Хьюстон Рокетс, и я ему говорю, ну, и что ты думаешь, Крис Пол и Джеймс Харден что-то покажут в этом сезоне? Он такой, ну, если Крис Пол не травмируется, я такой, а Крис Пол травмируется. И просто типа на этой волне мы чисто про баскет начали говорить. И знаешь, когда вы просто на какую-то тему говорите, расслабляйтесь, и вам типа становится нормально. И потом он говорит, мы идем в кино смотреть однажды в Голливуде, пойдешь с нами. Я говорю, да, и он снял кинотеатр. А, круто. Но это уже было, да, прям поздно, слишком позже от тех времен. Да, да, потому что он, видимо, не мог нигде появиться. И я в этот момент подумал, это и круто, и как бы не сильно-то и прикольно, что ты не можешь просто пойти в кинотеатр. Ну да, там был вопрос. Я тоже вот ставил себя на мысль. Вот крайние три года мы снимали дом, вообще, блядь, в лесу, ну настолько далеко. Я слишком люблю вот этот войбец. Почему я сейчас отрываюсь тут в Европе? Я даже в тачку не сажусь. Я иду прям пешим, сажусь, завтракаю, там базарю со всеми, что-то там, понимаешь? И тут, ну, блядь, это была жесть, братан. То есть я уже снял хату. Вы не могли ходить по улице, да? Я снял настолько... Мы просто ездили... Ты был у меня дома там? Не, не, не. Ну мы сняли просто настолько уже огромную хату, чтобы уже в целом гулять только там во дворе. Я там людей встречаю. Нормально у вас вечеринки проходят, если ты меня спрашиваешь, ты был у меня в хате? Нет, так у меня была такая тема. Реально, я жил, то есть я на третий день встречал там типа, говорю, о, ты что, ну здорово. Он говорит, братан, а три дня у тебя у тебя уже. Он говорит, я монтирую и тут сижу. Ну видишь, как прикольно. А я на метро ездил все время. Типа, не в смысле, что я как бы не мог там ездить не на метро, просто... Я спускался в метро, и это, ну это превращалось именно в проблему. Не, мне не было проблем. У нас это было прям в проблему. Мы пробегали, все. У меня был прикол, когда я, то есть я не понимал, я забывал, я никогда не могу осознать, что нас же могут знать люди, там, или какой-то прикол. Я выступаю когда-то, я не помню какой год, вот мы в Лужниках выступали, просто я не знаю, сколько там людей было, ну мне как-то сказали, там 30 плюс тысяч какая-то, вот там ситуация. И я выхожу, вот разъебываю. Подожди, 30 плюс тысяч? Да, 35 тысяч. А это был что, сборный или сольный? Нет, какой-то, какой-то фестиваль, что-то такого рода. И я вышел, как бы отъебашил. И я, ну понимаешь, я забыл, у нас там, то есть стоит машина. И мы ехали все домой, я туда еще с Адильем жил вместе. То есть Адиль упал в тачку, уехал, все, у меня охрана тачка, я спускаюсь, прохожу мимо нее, и пешком просто уебываю со стадиона, блядь, искать такси. И я поворачиваюсь и смотрю, и за мной просто человек 400 бежит. А у меня даже позвонить нет. И я думаю, ебать, я испугался, понял? Я начал идти, все бегут просто, то есть это было, ээ, там братан, иди сюда. А я забежал просто в какое-то кафе, рандомное, какую-то кофейню. И женщина, я на этих косичках, на этом костюме, блядь, еще тут эти наушники, я в них прям ушел, я не знал, что. И женщина стоит и такая, здравствуйте. Я говорю, можно позвонить? И мне нужно спрятаться. Она говорит, где? Я забежал просто на кухню к ним. Они меня вывели, вот он нашел Андрюха меня, кто-то там еще из пацанов был. И меня уже на такси доставили туда к пацанам. Пацаны говорят, ты где был? Мы уже два часа дома без сих. Я говорю, не спрашивай. Так вот и мой вопрос, как тебе не срывало, если с тобой это происходило в 19 лет, там в 19-20, как не срывало? Просто мы никогда не относились, то есть мы не желали этого прям так. Понимаете, что это не было, как будто мы вот этого хотели, мы получили, и вот оно. Всегда мы наоборот, блин, я думал, вот теперь не пойти нормально вот похавать. Опять же, я жил там с пацанами, братва выезжала в город, я могу гулять по двору, все нормально, посидеть там на лавочках, что-то походить, в лесочке подышать. И у меня прям за забором, ну клянусь, ну 4 метра у меня был магазин большой. И я просто понимаю, что в доме есть все. Ну вот, допустим, условно, закончился хлеб. И я пару раз вот, типа, выходил, знаешь, я не говорил, что я был ни разу, это ну так условно. Я выходил, и это превращалось в полный пиздец. За мной шли сотрудники магазина, типа, бля, братуха, в натуре, а что ты здесь же? Все, и после этого я в кошмаре, когда нас там преследовали под домом или что-то еще, я просто говорил, я ждал пацанов, говорил, сегодня мы там без хлеба, условно, жду, там братва выезжает, сидел в студосе. То есть, блин, я наоборот за вот это общение, все, просто это иногда попадало в неприятные там ситуации, когда там тоже там и стекла били, и тачку переворачивали. А когда, например, вот эта волна внимания, она, например, она же не может все время на таком уровне быть, она типа то выше, то ниже. А вообще в целом... Когда она идет немного, если она типа циклична, да? В целом сейчас, вот с этими, тогда же все вот это было в новинку, вот когда появлялись эти первые стриминги, там все запускали, все, вот этот YouTube выставил, какая-то, вот этот 17-18 год, это же какой-то вообще там психодел в этом плане творился. И сейчас, ты заметил, люди вообще в целом стали, ну все по-другому. Все спокойно по поводу всего, да? Вот как будто этого стало много теперь, и это нормально. Вот сейчас мы гуляем, и я реально могу встретиться. Я вот жил, заходил в торговые центры, сейчас ходил, кушал там, пил кофе, и там даже если собираются люди, все круто. Со всеми поговорил, что-то пообщался, даже своему кайфу иногда что-то с кем-то там разогнал, познакомился, уехал. Все, сейчас по-другому, сейчас реально стало как-то все, то есть понимаешь? Да, я понимаю, но у нас никогда... Раньше прям одежду рвали, вот какая-то такая обредятина начиналась, просто было, ну просто именно некомфортно. Сейчас все супер. У нас такого не было никогда, и я бы не хотел, потому что, чтобы ты продолжал писать, и это было смешно и понятно, ты должен жить жизнь. А если ты живешь какую-то изолированную жизнь, то ты ничего интересного в плане стендапа, ну может быть, ты сможешь найти, конечно, какой-то там угол. С узлом тут видишь, чуть-чуть как раз наоборот, это нам наоборот, может, помогало круче писать. Потому что я себе... Ты должен себя так типа чувствовать, Я улетал в свои железки, мне вот это больше интересно, покрутить звук, знаешь, типы, которые вот Тит Музон поймут, когда ты сидишь, там какой-то хай-хэт, крутишь там 25 минут, типа, и там просто настолько незначительная разница, ты понимаешь, что ты даже сам ее уже перестал замечать, но ты вот крутишь, там тебе очень интересно, вот это какая-то там глубина, какой-то прикол. А, кстати, вот вопрос. Как можно было сделать слово ламбада таким модным, когда ламбада было... Почему вообще? Откуда это взялся? Ламбада, это же что-то супер такое, из Санта-Барбары какая-то. Я просто... Я просто валил там почти одним тейком, то есть это сильно не раздумывалось. То есть это ты на фристайлил, и оно как-то легло, да? Да, да, да. То есть что-то там это быстро две строчки кинул, дал, две строчки кинул, дал, что-то... Ее залетело все, да? Да, да, это сильно там не думалось. Короче, время такое было, и оно вот так зашло, и люди для себя это зафиксировали, как будто это историческая тема. Я считаю, что у каждого из нас уже по 50 треков круче ламбады было. Просто если что-то залетает, человек ассоциируется. У каждого исполнителя есть вот такой трек. И все, они уже начинают будто по этому треку мерить точку его какого-то времени. То есть когда у меня залетел какой-то кавер, вот этот, все такие, ну это твое главное, это было на то время, это вообще какой-то десятый год, тринадцатый год это был, полмиллиона просмотров. Все. И потом все тебя подводят рассуждения к этому. Ну это была бомба, это все, это была бомба, мне писал, которая взорвалась, мне там писали все, это все было круто. А потом через год, два, три, все такие, ну это тот тип, который это сделал, и эти треки уже нет, мы хотим тот, дай вот тот. Потом выходит ламбада, все, вот она, улети, пожалуйста, она. У нас так вот были, там какие-то бэнгеры, там, которые стреляли, просто не по 100 мультов. Иностранец залетал, так? Иностранец залетал, условно, то есть просто не на такое, там прям количество, но тоже там, как дела, те же папи, у нас много хитов. Одно я знал, просто пиздец, скандал. Он там, сколько, 600 миллиардов раз платиновый, я не знаю, то есть все эти треки, там просто какие-то, все хорошо у них, я имею в виду. И люди вот так тебя по этим отрезкам, кто-то новый приходит и говорит там. И они тебя ровняют допустим. У Мияги и Эншпинни. Да, ну то есть понимаешь, у Адиля какая-то такая же ситуация с его песней. Короче, у каждого артиста, у любого, вери артиста, у каждого есть такая штука. У каждого рэпера на одном из его дисков есть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждое хули. Я не каждый, так что ловите про бабулю. Да мы просто Гуфа все время слушаем. Знаешь, какие-нибудь типа старые треки, настроение вот такое залетает. Вот тоже, блин, я Гуфа, прикинь, не знаю, наверное, меня сейчас захейтят, я вообще не слушал его. Я слушал все вообще просто, что было у Гуфа вообще. Я до сих пор никогда его не слушал. Я слышал вот Ice Baby, его песню, и все, ебать. Последний альбом ты его не слышал? Это запретное место. Я никогда ничего не слышал. Я вот прям клянусь тебе, никогда ничего не слышал. Я причем знаю его читку, я какие-то отрывки там попадал по-любому, какой-то там тикток, что-то на видосах, сто процентов. Я узнаю его из тысячи, его голос сразу, понятно, то есть, но что, я не знаю почему. Вот как-то... Потому что ты Америкосов слушал? Да нет, даже вот их как-то, мне лень смотреть клипы, я почти никогда почему-то не смотрю клипы, даже если слушаю релиз. Ну, например, когда я тебя спросил, типа, кого мне послушать, назови мне одного музыканта, которого мне точно стоит послушать, ты ни секунды не думай, ты мне сказал Фрэнк Оушен. А, ну хорошо, а ты спросил прям вот про... Я послушал всего Фрэнка Оушена тогда. Окей, ну там, я думаю, подводка к разговору была, наверное, музыки, какая-то штука, я тебе это сказал. Просто, допустим, я вот Фрэнка Оушена последний раз слушал, наверное, полтора года назад. Ну вот тогда ты мне и посоветовал. Ну вот, да. То есть, это не то, что там постоянно... Ну, альбом у него пиздец. Очень сильно. Я просто очень в него погрузился. Там, например, в ютубчике есть, когда идет несколько его треков под видеоряд из аниме, из каких-то культовых аниме. И это просто какое-то произведение искусства. Я его много очень слушал, он прикольный чувак. Это при том, что, смотри, ты, насколько я помню, не сильно жалуешь Канни Уэста, да? Ну, как будто да. При том, что у него кто оттуда вышел вообще? И Трэвис Скотт, да? А с Канником много кто вышел. Там вообще невероятное просто. И Фрэнк Коушен, и все, да? Как будто просто, знаешь, мне кажется, он может... У него есть все для того, чтобы делать лучше то, что он делает. Не, ну сейчас... Он уделяет мало... Он в странном состоянии находится, конечно. Ну, сейчас вот крайний релиз они с Тайдала Сайном выпустили. Вот мы ехали, слушали, и я просто... Я просто вот Тайдала для меня это вот это вообще тип. И, допустим, я считаю, что он затащил вообще весь релиз, и вот он должно было быть больше. И я прям вот по этому релизу сейчас опять меня, наверное, тупо убьют за то, что потому что Канник, если ты говоришь, что это круто, значит, ты автоматически разбираешься во всем. Ты фэшн человек. Канник — это круто. Да, и все-таки сразу «Дарьян Чак, ты, блядь, не шаришь». То есть как бы его влияние бесспорно, да, все. То есть как бы я ничего не отменяю. Там его какие-то там штуки, на которых он там и хайпует, какую-то хуйню отстреливает. Но ты слушаешь альбом и прям видишь, вот залетает Тайдала. Мне просто вот он нравится. Вот он просто почему-то со мной нормально отбивается тут. Все, он залетает, все приятно, все круто, биток крутой. И тут видно сразу рука Канни. Давай мы 50 раз переебем бит, ставим тему, которая испортит. Все к хуям. Типа все так необычно, хотя сейчас это все можно просто наклеить. И он опять выйдет и накричит эту хуйню. Пацаны рассказывали, которые там ему типа подсводили релиз. Мне вот буквально я сейчас был в Париже, виделся с ребятами. Их там кореша делали ему альбом. Сводили ему. Канни Уэсту? Да. Дондыч, который до. И говорят, вот, блядь, ну вот мы уже свели, нормальный микс, все круто. И он просто приходит и просто на нервах нет. И берет просто крутилку там, где, допустим, по верхам, и просто ебать ее закручивает. И говорит, вот с этого что-то придумаем, блин, и уходят. Он сидит, говорит, ну типа просто сейчас микс там развалил, убил, нам нужно из этого что-то выкрутить. И кто-то скажет, ну да, там, блин, творчество, ну окей, но как будто просто можно ему делать получше все. Ну да, 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 там уже такая гениальность на стыке с безумием и вот это вот все. Хотя и это тоже должно быть, то есть понял? Ты видел его вообще коллаборацию Ты не видел, что он... Я видел эти носки его. Он выступает в худи, где написано Адидас, Ади нахуй. Ади нахуй? Да, и он выступает просто в этих... Я не помню, что у него там на этих, на футболках написано, но он там вообще раздаляет. Ну это прикольные вкид, они угорают. Это, по крайней мере, угар. Ну это вообще, знаешь, два таких чувака, которые в скандалы попадали подряд. Синтюки он там использует, сэмплит, круто, битло классно, у него реально все как будто хорошо. Ты не ориентировался, не равнялся на американских рэперов? Да, блин, постоянно, мне кажется, нет. Ну то есть, как минимум, когда мы учились сводить, ну это... Ну а кто? Кого ты еще раз слушал? Да, даже тот, поверьте, фьючер тебе заходил? Любой, кто тебе скажет, что я не равняюсь, он пиздит, он пиздит. Но нет такого типа. В любом случае, они слушают на студосе, как подмастерить элементарно, звукореже подгоняют, треки стараются. Все равно, ты хочешь или не хочешь, ты равняешься. Так, а то, что ты говоришь, что ты русских рэперов не слушал, это было типа осознанно, что ты вот слушаешь американских? Нет, вот просто, опять же, я говорю, нет, просто, то есть... Разволновался немного? Не из какой-то там своей, вот я не слушаю, все. Просто как будто в моем окружении никто не гоняет, и я тоже как будто специально не включаю. Что-то попадает, и я говорю, ну окей, круто, я не испытываю вот это, вот это говно. Все должны творить, все должны мутить музон, все должно существовать. Просто как будто, знаешь... Ну и из американских артистов, допустим, The Weeknd, да? Да. Это же типа топ-1 там везде. Ну да, да, да. Вот просто пиздец, не могу его слушать. Как? Ну я не знаю. Ты знаешь, это то чувство, когда вот ты слушаешь песню, и ты такой, здесь идеально все. У него вокал, там, блядь, и тот же свит-дос, и, ну короче, понимаешь, все, то есть все-все хорошо. Ну вот просто у меня вот ничего не происходит, когда я его слушаю. Вот ничего. Вот просто из этого трека, я такой, охуенно. И ничего больше. У меня любимый трек у него, это After Hours, и там есть такой момент, когда он разыгрывается, и у нас есть такой прикол с друзьями, включить этот трек, когда самолет выезжает на взлетную полосу, и взлететь под вот этот, под бит, когда он взрывается, и вот когда ты попадаешь в наушниках, ты пфф, и он так вот отрывается, и ты такой, бывает вообще что-то лучше в жизни? Невероятно крутой момент просто. Реально всем советую, повзлетайте под After Hours, Weekend, это вообще, кобец просто. Вот под него можно и отлететь. А что ты скажешь, допустим, по этим его фишкам, которые они вкидывают, там, Сатан на сцене, и вся вот эта тема. А я это все мимо меня прошло, то есть я его, я его... Вот ты выступаешь, у него вот Сатан пишет на сцене. Какой? Он выступает, ты приходишь у него на концерт, и у него там вот в блымах, когда все мигает, там просто пишет Сатан или Сатана, и она опять выключается, и они вот эту тему пушат. Вот просто мне интересно. Ну, Сатана мне не очень нравится, я к нему скептически отношусь. Сатана не. Сатане дизреспект. Странно просто, почему они пушат это? Не знаю, ну блин, ты прикинь, тут же, наверное, для таких людей, для гениальных, для них, наверное, самое сложное, это опять же для того же Канни Уэста, самое сложное, это не сколько добиться этого всего, а сколько просто не сойти с ума, когда ты вот на такой уровень выходишь, когда у тебя вся жизнь меняется, ты не можешь жить нормальной жизнью совершенно, ты не можешь там, как вот мы обсуждали там, сходить в магазин куда-то еще, и вокруг тебя куча там есменов, которые тебе на все говорят, что это классная идея, и ты отрываешься от реальности, поэтому, это и в спорте так, знаешь, взять какого-нибудь боксера, типа там Тайсона или Роя Джонса, кто идет просто на череде невероятных побед, ты знаешь вообще, что Роя Джонс сделал, вдруг на бокс перескочили? Он защищал свои титулы по боксу вечером, а знаешь, что он делал утром и днем? Он в баскет играл за колледж свой, он шел, гонял баскет, игру на полный корт, и вечером просто выносил какого-нибудь там чувака просто. Находил что-то в этом, да? Да-да-да, ну то есть вот он, ну ты настолько хорош, вот настолько ты не чувствуешь оппозиции, тоже у чуваков отрывает, но мне нравится путь уикенда, мне нравится вот этот House of Balloons, и он так называется, там прикольная история есть, что они бедно жили, и им очень хотелось тусоваться с девчонками, они приглашали девчонок у себя повисеть, но у них был старенький дом, там с какими-то трещинами в стенах, где-то такой неприкольный ремонт, и поэтому они просто забивали его до отказа надувными шарами, и когда приходили девчонки, они такие, о, прикольно, сколько тут шариков, они просто до упора все в этих шарах, и поэтому House of Balloons, как бы вот он, собственно, к этим там временам и отсылает, и просто прикольно, знаешь, где-то что-то узнать, там вот так что-то найти, поэтому... Да, но у них бесспорно все типа круто, просто знаешь, вот есть такое у тебя, либо да, но либо нет. Кстати, этот релиз я слушал, да, А Гучи Мэйн тебе как? Ой, мое, кстати, первое, вообще-то у него с Вейном был трек давным-давно, я не помню, как он назывался, они там, короче, по хате ходили, флексеры типа там, и он появляется, что-то там какая-то бильярдная комната, все дела, вот я этот трек так любил Вейна, и когда заходил Гучи, я каждый раз думал, да еб твою мать, опять зашел все испортил. Да ладно? Ну это давным, я тогда вообще не знал, кто он, то есть это прям вот, и потом с годами, когда я уже выкупил, кто такой Гучи, ты такой, он же сильнейший тип вообще, я его супер поздно начал слушать, я его начал слушать пару лет назад. У него больше всех микстейпов вообще, в целом. Да, Гучи, но... Очень прикольные треки есть вообще, и мне нравится, я не стесняюсь, знаешь, вот просто я пропустил чье-то творчество, просто начинаешь сейчас слушать, оно заходит очень круто, и... Ну в общем, тебе нормально, да, ты сталкивался вот с этой фигней, что вот тебя начинают мерить вот успехами тех треков, которые ты назвал, там улети, ламбада, вот это все, и типа валить там, что Ти-фест уже не тот, верните старого Ти-феста. я дома в футболке хожу, Ти-фест уже не тот, мне подарили, да. Так это, блядь, ну это же нормально, нет, у всех... Ты вообще нормально к этому относишься, да? Да, а как относиться к этому по-другому? То есть вообще в целом, типа, блядь, всегда будут говорить так, нет? Слушай, ну вот у тебя вышел альбом, да, недавно, гик, и ты вообще, ты доволен, как он залетел, как все пошло? Слушай, да, мы не делали никаких промо-штук, ничего, то есть альбом он собирался, я не знаю сколько, вот у меня там есть треки, которым, у меня есть трек, у него рабочее название, вообще Мандалор было, ну еще, чтобы прям не соврать, но что-то из разряда там, я помню, я в треке сказал, по-моему, мне 21, что-то там, или 22, а я это сказал уже наперед, знаешь, я выпущу трек минимум через полгода, у меня будет уже 22, просто как-то так, ну оно так сложилось, а выпустил я его сейчас, когда мне уже 26, и он в релизе, я никак не менял, не сводил, я его еще на старый майк записывал, то есть релиз уже настолько потерпел, много там всяких тем, то есть допустим, у меня есть трек Юность, он вообще изначально был с Монатиком, я дописал второй куплет туда, Монатика чуть подзывал, мог бы тебя включить, но наверное это долго будет, да, сейчас искать, звук будет ужасный, но... Можно его просто подложить потом, или оставить ссылочку на него. Какую-то историю, да, он же не залитый, я так уже... А, еще не залитый. Ну он в релизе есть, но Монатика там уже не будет, в целом. Так что много куплетов разных там артистов, оттуда пропадало, что-то изменилось, там у меня был трек, который там допустим тоже, «Устал беги», я его когда-то исполнял вообще шоком на концерте, давным-давно, потом я туда позвал Мияги, я вырезал шок, и Мияги что-то долго писал, у него там семейные какие-то, были вопросы, переезды, и я не успевал, и я кинул Тагу, и он вообще красавчик. И туда Фрэнли Таг залетел, да? Да, и он очень... По итогу он сделал парт, самый такой простяцкий, пацанский, и мне пиздец, как он понравился. Он когда прислал мне вокалы, там еще даже было слышно, когда там в ток, видимо, неправильно включаешь, фонило, такая вот у него, типа на микрофоне, такая штука была, мы ее убирали. Короче, вот прям он мне прислал, прям настоящий такой, басяцкий, пацанский парт. Вы нормально с ним общаетесь, да? Да, он вообще крутой чувак. Я просто начал слушать, вот у него уже два альбома вышли, там буквально вот недавно, один за другим, там в год разница, и я что-то прямо офигел, как мне зашло вообще невероятно. Крутой альбом, скажи, да? Просто потрясающе. И причем я даже его первый альбом послушал, и там несколько треков. Во втором альбоме для меня второй альбом полностью, полностью все треки супер, кроме одного трека. Все остальные мне просто это какой-то шедевр. Там Яникс есть на одном из треков, у него парт прикольный, там и с Кизарой, и со скрипом, и с тейпом. Подраздали, да, пацаны. Подраздали просто мощнейшие. Мне показалось, что, ты знаешь, впервые за долгое время появился чувак, который не зовет к себе на фиты, к которому залетают на фиты вообще все, кто только можно, за счастье просто. Свежак. Очень свежее звучание такое. Ты просто, знаешь, как будто бы сначала тебе кажется, что это как бы похоже на то, что ты слышал, а потом ты такой, нет, я такое точно не слышал. Это сильно круто. Он просто рассказывает о себе, ты не мог это слышать. То есть как бы, если просто разбирать там отдельно, да, такие биты уже были, то есть он просто спокойно там рассказывает, но все это вместе, оно работает лучше, чем у остальных. Он просто рассказывает о себе. Мне кажется, что он, ну, еще набирает ход, и он вообще должен взорвать просто офигеть. Ну да. Ну, он уже разъебал, он должен прямо сейчас нормально подтопить. Да-да-да, вообще прикольно. Да и пацаны в целом на простом, то есть, ну, чисто такие, на свойском. А как у тебя произошло так, что ты этот музыкант, который чуть ли не больше всех среди всех остальных музыкантов общается со стендап-комиками? Как ты в нашу тусу залетел? Но дружишь ты больше всех с Серегой же. С Серегой я познакомился на одном из наших концертов, он прикатил у меня со Скрипом, был совместный концерт. Ну, и вы еще и на украинской теме тоже, да? Я был в футболке в Кабуковино. Это наш клуб, типа, футбольный. И он пришел, а он же фанат футбола. И он, ебать, он мне кричит, дядя, я из Запорожья. Да-да. И мы сразу, я говорю, иди сюда. То есть, все, и там вот эта склейка, и мы уже сидим на полу, пьем вино, уже куча людей, что-то несется. Ну, я не знаю, как-то просто пацаны вообще в целом все кайф, кто там. У вас вообще все интересно тоже происходит. Я с кайфом, помню, на стендапы ходил два раза в неделю, всех там затягивал, чисто посидеть, послушать. Очень много разных делал. Ну, вообще, глобально ты думал, как бы, чего ты хочешь глобально, какие у тебя там планы, и личные, и творческие, там, на ближайшее время, на год-два? Мы тебе поставили цель попробовать сделать стадик, реально, да. Хотим разъебать стадион. В Варшаве? Не знаю, пока мы сейчас смотрим место. Я писал в Инсте, если ты видел, за Ригу. И очень много людей написало, да, Рига, это охуеть, какой разъеб. Типа, мы приедем, но в другие места тоже люди могут приехать. Мы хотим по логистике посмотреть, по месту, по датам. То есть, понимаешь, очень-очень много факторов, и еще с учетом того, что мы это все, как бы, делаем сами, это тоже, блядь, ну, не ночной клуб приехать арендовать, это стадион, нихуя себе на 30 тысяч человек. То есть, это, что это вообще собрать в Европе? Ну, это очень тяжело. Нужно поднажать по всем параметрам, как и по музлу, так и по людям. А больше всех вообще, наверное, Корж, да, Макс Корж собирает? Да, вот он вообще красавчик. У них там просто невероятные конечки. Вот сейчас они Прагу будут делать, тоже стадик большой. Да, мы пойдем. Круто. Вот, видишь, то есть мы, блядь, я уверен, мы можем так же делать, мы можем сделать так же, и еще даже круче. Без дизреспекта, конечно, к нему. Ему только вообще уважение. Но мы можем сделать, я уверен, по-свойски. Давай, типа, круче. Вот прям вот люди придут и скажут, да, вот оно, здесь. Слушай, а вот получается, что у тебя в семье и ты, и твой брат музыканты, а у тебя родители, они как, они поощряли занятие музыкой? Они сами к ней как-то относятся? Опять же, я не могу назвать себя музыкантом, да, я не знаю, я просто делаю вот что-то, и что-то несется. У меня нет вот этого, диплома музыканта. Братильник мой закончил. Семь лет, все, он лобает, он красавчик, у него слух, он талант. Я чисто вот этот, понял, припиздился к типам. А родители? Родители, вот, прикол, у меня были пацаны на районе, короче, старшики, назовем их так, ну, прям вот эти, которые на синих расплывчатых татуировках, на моментах, все там уже, авторитеты района. И они меня очень так котировали, типа вот, классный, малый, там все дела, мы двигались на районе, и они там чуть-чуть подтарчивали на гердосе, на всех делах, и они все уже поумирали. Да, 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 но вот прям, короче, они нас протащили по району, так сказать, все было всегда хорошо, и в моменте они принесли, мне один из них принес тупо драмы, и сказал, ебаш, типа, ты вот, мам, уже нахуй не надо, мы уже улетели, типа, а ты ебаш. И принесли электрогитару, дали вот это все, олды, у них в гараже была группа района, и мы на этих темах тоже начинали, я поставил в эту еще псевдо, ту свою студию, которая разбита была, и вот это все мы занесли, скуртили, и батя услышал, что мы там что-то на чердаке, уже какой-то кипиш несется, он там полуразваленный, что еще за хуйня, он подымается ко мне, я знал, что он на кардионе лобал, и все. То есть он подымается ко мне, берет эти палочки, и как начинает разъебывать на драмах, и я стою просто с брательником, и говорю, что сейчас у меня, у меня в голове открылось, мой батя ебашит просто пиздец. И мама на вокале где-то, на припеве. А я замечу, у мамы всегда был голос хороший, она когда на кухне там делает, у нее голос прям класс. И я говорю, что вообще? Он говорит, так я же драмером был в группе, вообще нормально лобал когда-то, я вот сильно подкурил с этого, я не знал. И так же самое приносит акустическую гитару, мой батя берет ее в руки, и как начинает разъебывать, я говорю, ты вообще все в этой жизни умеешь? И берет мама, и такая, блин, со свадьбы не держала, и как тоже начинает хуярить и петь, где-то там. Ну то есть они чисто вот умеют. Блин, да прикольно, ты можешь всей семьей этот альбом записать просто. У меня мама не стреляет круто с ружья. У нее было вот это там, какие-то там соревнования. А чем они вообще занимаются? Слушай, ну у меня батя доктор вообще, супер, мега классный. Какой? Если честно, он лор, но он и пластические хирурги, все на свете, и он и заслуженный доктор Украины. Прикольно, что он лор и барабанщик, то есть он прямо по слуху вообще нормально. Да, бьет по слуху, но он вообще, да и в целом он красавчик. Знаешь, батя у меня это вообще тип такой. Я смотрю на него и думаю, бля, пиздец. Мама так же самая, она там 4 вышки у нее, плюс еще и на психолог. Она вот понял, вот она отработала везде. Она доктор, у нее медицинская, она познакомилась с батей в больнице, работала и в кожвене, там и медсестрой, и все дела. Потом хуяк такая, я хочу быть юристом. Отучилась, получила вышку, работала начальником отдела кадров, получила эконом-вышку, на психолога, отучилась просто. Ей где-то скучно, она по пару лет работает, получает, по 5 лет учится. Потом чикс, все, она была психологом в моменте. Все, мне интересно, я хочу быть колористом. И просто пошла, вот я уже говорю, мам, я могу, ну, все. Она говорит, нет, нет, я просто хочу, понимаешь, то есть это не сильно. Они поощряли твои вообще занятия музыкой, там говорили, давай, или они говорили, давай нормальное образование. Ну, скажем так, они не вмешивались, вот это было круто. Вот это респект. Вообще, то есть, типа, это просто не было. Это где-то у меня, я себе отдельно вообще живу, тусуюсь, у нас с ними такие прям отношения, супер теплые, все круто, но на понятке сильные. То есть, все, мы прям понимаем, что... У них есть твой любимый трек? Какой у них твой любимый трек? Не спрашивал, мы мало об этом разговаривали. Мама часто угорает какие-то, может мне там стикеры со мной скинуть, или мемы, какой-то приколдес. То есть, они все знают, все видят, они были на моих концертах, они понимают в целом, что мы. Но так, типа, мол, окей. Какой-то свой движ, мама такая, ну, пойду кому-нибудь покрашу волосы. Типа, уже чисто в кайфе, понял, поработать. Потом такая, я массажист, получила степень массажа, и людям массаж делать. Просто ей вот интересно там, помогать людям лечить. А они в Черновцах, да, сейчас? Мама там, да, батя в Киеве. Ну, в Киеве Черновцы, Киеве Черновцы. Ну, прикольно, прикольно, потому что, на самом деле, это же сильно влияет, ты же берешь какой-то пример с родителей, потому что, например, у меня, у папы, просто потрясающее чувство юмора. У меня мама и папа, они закончили Иньяс, они оба преподы английского. И моего отца просто невероятно, невероятное чувство юмора, особенно, если тебе от 7 до 12 лет. Если тебе от 7 до 12, мой отец лучший, самый вообще талантливый комик в мире. Он иногда, еще когда он в школе работал, он сам себе срывал уроки, потому что он начинал шутить, и начиналась истерика, и дети не могли. А, Сергей Николаевич, мы не можем. Мы вот такой успокоились, детишки, так. И он типа наваливает. И, конечно, когда я видел, как отец шутит, и мне тоже как-то хотелось, плюс, как бы, знаешь, у юмора бывают разные формы, есть юмор там, который прикрывает агрессию, или там желание кого-то принизить. Мне все время хотелось разрядить ситуацию, знаешь, просто что-то сказать, чтобы стало легко. Типа как-то пошутить, чтобы все засмеялись и расслабились. И поэтому я тебя тоже спрашиваю, типа, про семью, потому что это очень важно. То есть, прикинь, у тебя столько времени, в родителях был какой-то музыкальный талант, музыкальные способности. У тебя мама как профессию меняет, может, она скажет, да, я на бэках залещу там у тебя. Да, да, прикинь, а причем мы не знали даже. У меня батя даже, когда я помню, в каких-то там шоу участвовали, типа, а-ля Урганта там, мы там появились первый раз, и там все по телевизору смотрят, и для них же это был показатель, типа, какого-то успеха. Помню, батя просто звонит и говорит, бля, Вовчик, красавчик, это мой варабанщик, он такой вообще разъебал люто, я смотрел на Вовчика, у него чисто, он после концерта тоже... По звуку загоняется нормально. Да, он тоже после концерта первым делом он к Вовану подходил, такой, Вова, хорош, бля, вот это, когда ты там начал, и у своей физики... У тебя папа подкаст наш будет смотреть, и такой, ну как подкаст, пап, слушай, звук офигенно записали, вообще вот эти микрофоны у вас, такой чистый, хороший звук. Либо наоборот, да, да, скажет, типа, ну нормально вы говорили, но звук, конечно, ребята, надо было Вовчика позвать, он бы вам там... Постучал. Постучал бы нормально, да. Ну да, слушай, ну короче, родители в целом всегда влияют во все аспекты. Ну а ты вообще, типа, вот не в плане там творческих планов и каких-то твоих жизненных, ты не заглядываешь как-то далеко вперед, или ты прикидывал, где бы ты там хотел следующие там лет пять быть? Просто на какой-то чуйке, да, на ощущениях, просто на чувствах. Вот мы как-то перестали думать именно головой, вот это все расписывать, ставить, просто по сердцу ебашить. Встаешь и понимаешь, вот как я переехал с Варшавы, я просто, просто я встал и говорю, надо ехать все дальше куда-то. В Амстер? Да. Нет, не в Амстер, просто надо куда-то дальше ехать. А, ну вы же, да-да-да, там Барса, вот это все. И получился Амстер, то есть он был как бы следующий, но я имею в виду, то есть это не было я встаю, вот хочу в Амстердам. Нет, вообще про него даже разговора не было, никто даже не вспоминал про Амстер. Я что-то в Лондоне нашел хату, только еду, наверное, в Лондон. У меня там много типов своих и все дела. И что, не зашел тебе Лондон? Нет, я в Лондоне жил до этого, Лондон вообще супер класс. Просто я даже не доехал туда, то есть по итогу это превратилось в Амстердам просто как-то своим путем, естественно, даже без проблем и все такое. Ну не знаю, блядь, работает оно так. Прикинь, если бы реально каждый год будем где-то переезжать, а я потом наберу откуда-то вообще-то. Нет, так я-то точно дальше поеду, а там дальше посмотрим. А ты в США? В США. Ну я поеду, приеду, посмотрю. Мне нужно понять, просто там месяца за 4, как бы там за 5, за 6 пойдет, не пойдет. Я имею в виду выступление на английском. И, соответственно, ну просто как будто бы, я не знаю, я почему тебе все эти вопросы задаю, потому что я провожу аналоги с собой и мне это открывает возможности. Мне легче решиться, на что-то, на что я раньше не мог решиться, потому что когда тебе как бы нечего терять, то в этом есть и что-то грустное, и одновременно что-то очень вдохновляющее. Тебе нечего терять. Чего тебе терять, как бы? Ну то есть, что я потеряю, если я поеду и попробую? Время, я его не потеряю, я приеду с каким-то опытом, я смогу об этом рассказать. Фак. Я что-то узнаю, у меня будут какие-то истории, что-то еще. Если что-то получится, прикольно. Потому что я задумался тоже, знаешь, я же типа переезжал в Москву в 2012-м, это было поздно, там в 26 лет я только переезжал. И вот я почему-то вспоминаю, что я переезжал с настроением, что я сейчас приеду туда, и мы всего вообще добьемся в плане стендапа, то есть это просто, вот я сейчас заезжаю, и я потом думал, что во многом, ну не то чтобы это случайность, но много чего совпало слишком удачно, знаешь, где-то мы там все захотели им заниматься в одно время, там Белый был на тот момент, Руслан Белый, он был уже известный комик, он там типа в комедии успешно выступал, он захотел стать лицом этого стендапа, запустить его, но почему-то не было страха и была такая уверенность, что да все будет классно, все типа получится, а не получится, значит что-то другое получится. И вот сейчас я радуюсь просто тому, что я чувствую, что несмотря на то, что там мне 38, у меня голод, как будто мне там 20, я не знаю, типа вот такой хороший голос, знаешь, когда ты не чисто из амбиций каких-то двигаешься, а просто потому, что ты такой, да бля, да так столько еще хочется сделать, да подождите, дайте, типа дайте я сейчас этот язык выучу, я хочу попробовать сделать, потому что у меня были выступления в США, и я понял, что это совсем не то, что я выступал в Варшаве, что я выступал в Стамбуле, я думал, что если у меня одни и те же шутки работают в Варшаве, в Стамбуле, ну какие два города максимально так же не похожи друг на друга, как Варшава и Стамбул, если люди смеются с одних и тех же вещей в Варшаве и в Стамбуле, значит везде будут смеяться, нифига, я выступил в Нью-Йорке, было так, я выступил в Лос-Анджелесе, ну так, второй раз, ну так, я так расстроился, я написал шутки про Америку, написал шутки какие-то про смолток, и они прямо сильно зашли, вот когда они сильно зашли, я такой, ну вот, я вот так хотел, чтобы заходило, почему эти шутки, блин, не заходят, ты понимаешь, что они там по-другому живут, по-другому мыслят, они не особенно интересуются там, что происходит в Европе, все очень американо-центричные, ты как бы расскажи про них, или там про их видение тебя, вот, и это одновременно и как-то тебя, ты чувствуешь себя растерянным, потому что ты не понимаешь, как же так, то есть тут ты выходишь на сцену, ты уже знаешь, можно так, можно так, можно рассказывать, можно там, ну много всего делать, а одновременно ты растерян, но одновременно ты такой, бля, да ща мы разберемся, типа, как это делается, типа, знаешь, вот это вызывает такой, какой-то прикольный голод, вот желание попробовать что-то замутить. в целом надо, надо, это надо всегда делать, если у тебя есть тут ощущение, надо тут полететь, я считаю, в любом раскладе, да, максимум, что ты как бы скажешь, ну да, я попробовал, и получишь опыт. Я тебе рассказывал, что вот типа, короче, есть такой режиссер, Вуди Аллен, ну понятно, его все знают, и у него есть такая, короче, темка, он тяжело переживает критику, и для того, чтобы не страдать от критики, он делает так, как только он заканчивает работу над своим фильмом, он его уже все отдает, там своим продюсерам, они начинают этот фильм рассылать там на разные фестивали, он в это время тут же начинает работу над новым фильмом. Чтобы когда критики начнут оценивать этот фильм, фестивали начнут оценивать этот фильм, чтобы он мог сказать, типа, ребята, да мне вообще, типа, пофигу, что вы там думаете, я уже, типа, другой темой занимаюсь. И что-то в этом есть. А у меня была такая тема, когда я переехал в Москву, я же переехал работать сценаристом. И я выступал со стендапом параллельно. То есть я днем работал, у меня была там пятидневка, я писал ситкомы, а вечером выступал. И было тяжело очень писать сериалы и тяжело очень выступать. И я делал так. Когда у меня не получалось со стендапом, когда я где-то проваливался, просто в тишину уходил, я такой, да нафиг мне этот стендап вообще? Да нафиг. У меня есть работа, у меня есть работа, я сценарист, я пишу сценарии, типа, это офигенная тема. А когда у меня не принимали какую-то серию, сериалы, там несколько раз я такой, да нафиг мне эти сценарии? Я стендап-комик, я выступаю в клубах. И таким образом ты уменьшаешь свою боль и уменьшаешь вот эту важность вот этого момента, вот эти ставки. И таким образом ты идешь вперед и меньше набиваешь шишек. Тебе, типа, чуть-чуть легче. Ну, интересный ход, да. Взаимно, короче, такая связь между вещами. Ну, да, интересно. Потому что оно же по-любому в музыке так же, как и в юморе. Ты, если ты садишься писать хит, ну, типа, как ты его напишешь? Это же должно быть такое легкое игровое. Или тоже, знаешь, типа, скоро съемки, мы садимся писать очень смешные шутки. Да, да. Не просто смешные, а очень смешные. А тут должна быть вот эта легкость. И получается... Натуральная живость какая-то, да, да, факт. Да, я поэтому и думал, что я даже как-то не знаю, к этому переезду буду тоже так относиться не сколько как к переезду, сколько просто типа, что-то сгоняем, посмотрим, там, типа, что как. Да, я думаю, по-любому, да, ты всегда, если что, успеешь и катнуть, и выскочить. Мы, кстати, со стадионом тоже, это же, типа, по сути, невыполнимая штука. И мы вот такие же то есть мы параллельно все равно работаем, но я тоже говорил людям, вот я бы прям это все снимал, понял, и вот чтоб, если не получится, пусть оно не получится на глазах у всех. Вот мы скажем, ну, мы не собрали его, окей, мы его не собрали. То есть 30 тысяч человек навести тут, это очень тоже сложно. И если все получится, мы снимем пиздец, охуенный видос, как все получилось. Если нет, я верю, что мы это сделаем, все равно верю. Но даже если нет, то есть мы хуяк сделаем какой-то концерт, там, ну, на 10, на 15 тысяч в другом месте, ну, скажем, вот как оно, окей. Или я скажу, ну, вот, прикиньте, ебать, три билета продал. Ну, кайф. Я все равно, я верю, что мы это сделаем, но тем не менее. Спасибо, что ты пришел, и пусть все получится. Охуенно. Субтитры сделал DimaTorzok